Настроен Зюганов революцию делать коммунистическую? Или все-таки он просто вольется в эту систему и будет в этой системе так же, как и раньше, плавать? Ну смотрите, мое мнение, что на самом деле Геннадий Андреевич Зюганов, он всегда показывает, что мы парламентская партия и мы добиваемся изменений через парламент. На данный момент, и я с этим соглашусь, революция в России неприемлема. По той простой причине, что это откинет нас еще лет на 20 назад. Но в то же время изменения, которые мы добиваемся на местах, очень активно, они уже сказываются. И вот эти заявки хотя бы на то, что выборы будут честными, это все равно стремление людей и вот эта работа на местах, которые люди, активисты, которые выступают в этом. Революция, а что вы даже знаете под революцию? Народ испугается. Да нет, революция в Украине, это не революция. Я имею в виду смена курса страны. Смотрите еще, вопрос такой, если вы говорите о вопросе ре... Революции, это подразумевается какой-то вооруженный путь, что ли? Нет, у нас мирным путем разрешено свержение власти. Это только через выборы, в чем мы участвуем. Поэтому мы участвуем. Я считаю, что когда подавляющее большинство людей, 60-70% поддерживают КПРФ или коммунисты, или еще кого-то, то даже любые фальсификации все равно не пройдут. Вопрос в том, чтобы грамотно выстраивать работу на местах, и тогда тот перевес будет настолько значительным, что мы все равно перевернем все эти фальсификации, административный ресурс и все-все-все. Значит, курс на социализм? Курс на социализм, но... Очень важный момент, я в газете здесь пишу, что многие представляют социализм, как социализм 80-х годов, который мы видели, когда были большие проблемы. Кстати, надо сравнить, что социализм был разным совершенно. В 60-е годы, мы помним 60-ти, вот эти вот заряженные глаза, которые стремятся в космос и так далее. Второй момент... Китайский, допустим, нас устраивает. Китайский социализм... У нас не может быть китайский социализм, потому что у нас менталитет другой. Но общая система, система такова, что государственные, крупные, градообразующие предприятия, крупное машиностроение, все, что касаемо крупной промышленности, все идет под контролем и жестким контролем государства и, прежде всего, людей, так сказать, народного контроля, это да. А малый бизнес, оставьте его в покое, в Китае они практически не платят никаких налогов. Вы знаете, что в Китае малый бизнес называется там самозанятость населения. То есть человек ковыряет, вот он работает, вы же человек рабочий, как раз работаете электриком, да? Да, да, да. Электриком. Плачет там патент, 10 тысяч рублей, оставьте его электриком в покое. Он ходит, зарабатывает своими руками. При этом в Китае, я был в Китае в сентябре на годовщину, в 90-е лет, у меня, кажется, тоже празднуется, что парад был, там Владимир Владимирович приезжал, погибло людей не меньше, чем у нашего, там в Китае их японцы сильно потрепали. И средняя пенсия в Китае сейчас 600 долларов. Шучу долго. Уже у них есть пенсии? А то нам говорили, что в Китае пенсии нет. Есть те, кто коммунистическая партия Китая. Но в то же время нам такой путь не приемлем, мы более европейзированы.